МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня 25 марта. Вы смотрите программу День веков-хронограф. Сегодня для вас ее проведем мы. Я, Михаил Ремезов. И я, Светлана Рудская. В 1607 году английский мореплаватель Генри Гудзон отправился в путь в поисках кратчайшего пути из Европы в Азию. Он искал проходы из Атлантического океана в Тихий океан. В 1609 году маленькое судно плыло вдоль восточного берега Северной Америки. Заходило в каждый залив и вверх по устью большой реки. Капитан Генри Гудзон назвал эту реку Великой рекой гор, проплыв 150 миль вверх по реке, мимо приятной на вид земли по берегам. Сегодня это место называется Нью-Йоркский залив, по берегам которого раскинулся город Нью-Йорк. Река носит название Гудзон в честь Генри Гудзона. Сообщения Генри Гудзона о прекрасной земле послужили причиной для основания голландской колонии, новые Нидерланды и ее главного города Нью-Амстердам. После захвата англичанами он был переименован в Нью-Йорк. В 1610 году корабль Гудзона под названием «Дискавери» вошел в Большое море, окруженное со всех сторон землей. Известно сейчас как Гудзонский залив. Команда, терпевшая мучения от голода, холода и болезней, возбунтовалась против капитана Генри Гудзона. Гудзон вместе со своим сыном были посажены в маленькую шлюпку и оставлены в море одним. «Дискавери» вернулся назад в новые Нидерланды. Но Гудзона и его сына больше никто не видел. 25 марта 1829 года из трехлетнего кругосветного плавания вернулась экспедиция французского мореплавателя Дюмон Дюрвилля. Путешественники привезли печальную весть о гибели капитана Жана Франсуа Лаперуза. Экспедиция Жана Франсуа Лаперуза на фрегатах «Буссоль» и «Астролябия» отправилась в свое плавание в 1786 году. Это была одна из крупнейших в 18 веке экспедиция. Целью экспедиции было изучение северной части Тихого океана, открытие новых земель, проведение обширных научных исследований. Плавание, в котором участвовали более 240 моряков и известных ученых, предполагалось закончить через 4 года. Покинув берега Франции, корабли обогнули мыс Борн и в феврале 1786 года вышли в Тихий океан. Они посетили остров Пасхи, Гавайский архипелаг. Летом экспедиция достигла северных берегов Аляски. Затем фрегаты пересекли океан и обследовали морское пространство между Филиппинами и Японией. Вошли в Японское море. В январе 1788 года два французских фрегата «Буссоль» и «Астролябия» вошли в австралийскую бухту Ботани-Бей. Там Лаперус встретился с командующим английской флотилии Артуром Филиппом и передал ему письма для своих родных и друзей, а также отчет французскому правительству. Спустя полтора месяца «Буссоль» и «Астролябия» на всех парусах устремились в открытое море навстречу своей судьбе. Больше их никто никогда не видел. Они намеревались исследовать некоторые острова Океании, северную часть Австралии, Новую Гвинею, а затем пересечь Индийский океан и добраться до острова Маврикий. Напрасно родственники и друзья во Франции с надеждой ждали известий о бесстрашных переплавателях. Они так и не пришли. Во время своей поисковой экспедиции в 1820-х годах Дюмон Дервиль нашел остров, на рейфах которого разбились корабли Лапероза. Но расспросы местных жителей мало что дали. Он установил только, что часть моряков спаслась и нашла убежище на острове. Кто-то вскоре был убит аборигенами. Другие, смастерив лодку, уплыли куда-то за горизонт. В 1964 году на месте гибели Лапероза работала группа водолазов. Сад на море они подняли останки Буссоли и Астролябии. Среди находок оказались и старинная русская монета с изображением Петра I. Память о пребывании Лапероза у берегов Камчатки. Сегодня 25 марта. Вы смотрите программу «День веков хронограф». А теперь о культуре. Марта 25-го числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Калежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «бррррр», что всегда он делал, когда просыпался. Хотя сам не мог растолковать. По какой причине Ковалев потянулся. Иван! Приказал себе поддать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу. Но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Иван! Тебе сказано, пошел вон! Воды! Так начинается бессмертное произведение Гоголя «Нос». 25 марта 1852 года московские ведомости опубликовали горестное письмо из Петербурга. Иван Сергеевич Тургенева. Посвященное кончине автора вышепроцитированных строк. Гоголь умер. Какую русскую душу не потрясут два эти слова? Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит наконец свое долгое молчание, что он обрадует, превзойдет наши нетерпеливые ожидания, пришла та роковая весть. Но не только горестные события происходили в мире культуры и искусства в этот день. 25 марта 1871 года в Будапеште родился русский художник Игорь Эммануилович Грабарь. «Когда началась страсть к рисованию, не помню», – писал художник. «Но достаточно сказать, что не помню себя нерисующим, не представляю себя без карандаша, резинки, без акварельных красок и кистей». В 1876 году родители Грабаря поселились в Москве. Учась в лицее, он часто бывал в Третьяковской галерее. Счастьем были для юного художника встречи с Поленовым и Архиповым. Осенью 1889 года, 18 лет от роду, почти без гроша в кармане, Грабарь отправился в Петербург. Поступил в университет, затем в Академию художеств. В это время он зарабатывал себе на жизнь с сочинением юмористических рассказов и иллюстрациями для журналов. В 1900 году, по признанию художника, начался самый его творческий подъем. Ему нравится русская природа. Он ошеломлен красотой русской зимы. Часто бывает в подмосковном Дугино, поселке, который славится березами. В Подмосковье им были созданы полотна – сентябрьский снег, белая зима, грачиные гнезда, февральская лазурь, мартовский снег, хризантемы, неприбранный стол. Февральская лазурь – это величественный портрет березы. «Мы смотрим на нее снизу вверх. И это не случайно. Художник вырыл в снегу глубокую траншею и работал, стоя в ней, невзирая на жестокие морозы. Он просто не думал о том, что может замерзнуть. В тот момент его переполняла радость от перезвонов и перекликаний всех цветов радуги, объединенных голубой эмалью неба». В 1910-м, 1923-м года Горобарь пишет и издает первую историю русского искусства в шести томах. Публикует монографию о Серове и Левитане. По его проекту под Москвой в Химках в имени наследников врача Захарьина было построено здание больницы. Многогранная деятельность Горобаря получила признание в широких общественных кругах. В 1913-м году его избрали действительным членом Академии художества и назначили попечителем Третьяковской галереи. Горобарь возглавлял Третьяковскую галерею 12 лет, до 1925-го года. После революции он многое сделал для защиты памятников культуры от разрушения. Благодаря Горобарю в 1922-м году собрание музея увеличилось почти вдвое. С 1937-го по 1943-е годы он возглавлял работу в Московском художественном институте. Во время Великой Отечественной войны его назначили директором Всероссийской академии художеств. В 1944-м году по инициативе Горобаря был основан Институт истории искусств Академии наук СССР. Горобарь умер в 1960-м году. Его картины хранятся в Москве, в Третьяковской галереи, в Русском музее и в других музеях России. Сегодня, 25 марта, и наша программа «День веков хронограф» близится к завершению. А это значит, что настало время заглянуть в народный календарь. В этот день православная церковь почитает память святителя Григория Двоеслова, папы римского и преподобного Феофана, исповедника Сегрианского. Русские крестьяне истори связывали с именами Григория Феофана свои заботы о возделывании лубяных культур, льна и конопли. Для Дня Феофана характерны туманы. На Феофана туман – урожай на лен. В этот день крестьяне разбрасывали горсть конопляного и льняного семени по двору, привечая птиц и весеннюю влагу. Говорили и так. Утром туман Григорию дорогу застит. Быть урожаю конопли и льна. Посевы льна и конопли были распространены на обширном пространстве Центральной России, а также по всему Верхнему Поволжью. Затем они простирались далеко по всей Южной Сибири. Многолетние наблюдения крестьян указывали на зависимость благоприятных майских дней от мартовских туманов. Поэтому и радовались туманам на Феофана и Григория. Редактор субтитров А.Семкин